так 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 наша база уже настроена у нас есть connect у нас есть база данных на сервере mysql поэтому первый шаг мы пропускаем и сразу приступаем к миграциям коротко механизмы миграции миграции дают возможность перейти от одной структуры бд к другой миграции содержат поэтапные изменения структуры бд о миграциях вам нужно подумать если ваше приложение будет меняться если вы хотите больше узнать о миграции google ваш путь итак для начала нужно создать миграционный файл следующей команды mix это джен migration и здесь какое-нибудь имя которое вам больше нравится обычно пишет что-то что ображает отображает суть происходящего данной миграции мы будем создавать таблицу в ворс которая по сути является словарем то есть у нас есть английское слово есть русский перевод поехали итак у нас создался файл миграции как вы видите он у него весьма необычное имя 2 0 вы наверно уже загадали что это дата итак откроем этот файл и внесем в него следующие изменения чтобы внести изменения в нашу базу данных нам нужно изменить функцию change здесь мы будем использовать определенные макросы поэтому нам нужно обязательно использовать акта точка ма грейшн итак поехали create 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 тейбл ворс ду что мы тут хотим сделать добавить два поля пишем ад одно поле у нас будет написать называться н втором типа стринг и второе будет очень похоже будет называться рус сохраняем все наш файл миграции готов чтобы запустить данный файл миграции нужно выполнить следующую команду mix акта точка ма грейт ждем 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 отлично у нас создалась следующая таблица ворс как мы и написали проверим это и так как видите таблица но здесь еще есть одно поле они но вы видите мы его не указывает и как вы уже доказываетесь эту работу делают за вас то есть если у вас самый обычный primary key вы можете просто его не указывать но если вы захотите свой ключ primary вам нужно будет делать дополнительные настройки по типу что-то primary key как то так точно не помню теперь помимо на primary key у нас мы как программисты часто пользуемся внешними ключами чтобы добавить нужно воспользоваться следующим выражением пишем например google id и используем следующий макрос references то есть вот этот макрос говорит фактически что мы ссылаемся на таблицу google и будем ее использовать для построения своих внешних ключей так помимо того как создавать таблицы мы можем еще ведь изменять таблицы alter также пишем alter table также можно еще дропать таблицы и совершать еще различные действия у нас как вы видите два поля и они оба типа стринг помимо типа стринг мы конечно же можем и использовать другие поля например plot integer или даже json теперь помимо типов мы можем сделать некоторые ограничения например мы можем сказать чтобы максимальная длина была 40 или например мы можем установить некоторое дефолт дефолтное дефолтное значение допустим опт но что здесь важно помнить что дефолтное значение формируется во время капилляции то есть если вы используете что-то связанное с текущим временем то такой фокус не пройдет то есть если существует некоторая функция типа day.now то это не прокатит если вам нужно текущее время здесь существует специальная функция называется timestamps которая создает в таблице два поля одно время создания второе время апдейта и последнее что я хотел бы вам сказать о миграциях это если по каким-то причинам вы хотите отменить данную миграцию вы используете следующую команду mix acta rollback эта команда отменит последнюю примененную миграцию но если вы хотите более тонко настроить то документация к вашим услугам здесь как вы видите присутствуют различные флаги а мы сейчас перейдем к созданию отображения созданию связи между таблицей и эликсир кодом как я уже говорил мы таблицу табличные данные фактически переводим в структуру struct для этого мы создаем специальный таблицы файл word x пишем dev-модуль dev-модуль word нам нужно использовать специальный модуль схема который нам позволит описать нужную взаимосвязь пишем название таблицы ворс 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 пишем какие у нас там были поля н типа стринг 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 и был еще у нас рус все наш файл взаимосвязи готов мы можем использовать как я уже говорил это у нас получится стринг следующим образом word и там у нас будет n типа типа sun и рус типа солнце да? ну или солнце 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 теперь поехали дальше что можно еще сказать о данном поле если вы хотите добавить какое-то поле которое не желаете сохранять пазу но она вам по каким-то причинам нужно в данном стракте то вы используете следующий флаг виртуал еще один момент о котором я бы вам хотел рассказать это если у вас смотри существует таблица в ней какие-то непонятные вам или неудобные вам имена у столбцов вы можете воспользоваться следующим флагом source и через атом указать название этих вам неудобных имен столбцов а в стракте вы будете использовать вот это значение которое рядом с полем field здесь указано собственно все напоследок хотел бы вам показать как можно наполнить базу данных небольшим количеством данных для этого феникс нам подготовил специальный файл даже называется он seeds он находится в папке priv repo seeds priv repo seeds и здесь написана уже команда которую нужно выполнить и есть еще одна подсказочка что нужно сделать и так у нас уже есть struct это запись которую мы хотим осуществить и нам также нужен специальный модуль с помощью которого мы вставляем таблицу нашей записи называется он в системе ecto repo мы пишем repo .insert bank и имя которое мы хотим в данном случае мы ставим всего лишь две записи как здесь написано используем данную подсказку копируем ее прямо отсюда и вставляем мне как всегда нужно сделать маленькую модификацию запускаем 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 и сейчас у нас тогда произойдет чудо чудо и чудо медленно но верно наступило как вы видите произошло две вставки insert insert проверяем базу данных и в действительности у нас появилось то что мы хотели вставить на сегодня все в следующий раз поговорим о том какие механизмы валютации предоставляет нам ecto